Здравствуйте! Вы продолжаете смотреть телеканал ТВЕРЬ сегодня и правильно делаете, потому что мы продолжаем показывать то, что не показывают другие. Сейчас, например, мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «От первого лица». И сегодня первым лицом у нас будет замечательная актриса, которую, в общем-то, представлять не надо. Это народная артистка Российской Федерации, одна из ведущих актрис Малого театра Людмила Петровна Полякова. Здравствуйте, Людмила Петровна. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей передаче. — Почту за честь. — Я хочу начать с такого вопроса, скажем, полуофициального, что ли. На этот раз вы в наш город приехали с частью трупа Малого театра на гастроли. Гастроли эти завершаются. Насколько я знаю, от зрителей, которые там бывали, на спектаклях все в восторге. А вот вам самой, как впечатления от этих гастролей, от наших зрителей? Так вздохнули, что прям вот не очень. — К сожалению, к сожалению. Нет, вы знаете, второй спектакль, правда, был уже, я бы даже сказал, неплохо прошел. Но, вы знаете, нас напугали с самого начала. — Кто? — Что у вас несколько странная такая акустика, что есть какие-то провалы. И мы, естественно, но это в нас входит подсознательно, естественно, начинаешь думать. И поэтому весь первый спектакль мы все время только и спрашивали у всех. Нас слышно? Нас слышно? Нас слышно? Да все говорили, да слышно вас слышно. — Не играйте. Так что вот. А второй спектакль, уже мы расслабились, уже как-то мы подумали, ну, Господи, как идет, так идет. — И вас не было слышно. — Извините. И говорят, что было слышно, великолепно, что везде все было слышно, все это. — Прием хороший, но мы, в общем-то, избалованы приемом хорошим. Дело все в том, что нас всегда принимают хорошо. — Ну, не знаю, но народ, то ли он соскучился все-таки по театру как таковому, вот с большой буквы «Т» — театр. — Потому что, ну, вот сейчас вот этот институт антрепризы, который, в общем-то, так сказать, распространяется все больше и больше, как спруты, как щупальцы. — Ну, в общем, это... Я не против, я лично сама не принимаю участие, но я не против этого, пожалуйста, кто как умеет. Но однажды, вот я приняла только участие однажды, вот это была моя единственная попытка, и вот после этого я поняла, что нет-нет, я не могу. Потому что это принцип, когда вроде бы как есть в центре одна там звезда какая-то, или одна-две, допустим, в лучшем случае, вот. А все остальное как бы обслуживающий персонал, как бы вот вокруг антураж какой-то существует. Но я актриса малого театра, к счастью, вот. Вот. Я привыкла работать в ансамбле. Принцип малого театра, основной его принцип — это работать в ансамбле. И поэтому, я не знаю, как только я, если я не чувствую ансамбля, то я сразу как-то... Мне неинтересно становится. Потому что я должна, я должна, я... Например, мы... У нас есть партнеры, с которыми вот уже играешь несколько спектаклей подряд. И там, например, человек может даже не говорить ничего, а ты просто смотришь на него, и ты за понимаешь, что он хочет, его эмоции. Вот. Так что... Вот это очень самое важное качество на сцене, когда ты играешь в ансамбле, когда важна не ты, как таковая, а ты в ансамбле, ты вместе с партнёром, и вы делаете одно общее дело. Вот. Так что вчера боял... А за вчерашний спектакль как бы боялась ещё больше. Почему? Потому как пространство правды, оно довольно открытое такое всё. И уходило вот куда-то туда в зал. Нам казалось, что вот такой какой-то гул немножко есть, такой какой-то резонанс. Вот. А вчера у нас был спектакль очень интимный, где дети Ванюшина. Это дом, семья. И на сцене реальный дом со всеми подробностями, закоулочками, комнатками, такими всё это. И вот мы ужасно боялись, что именно это вот наоборот останется всё здесь, а туда не будет ничего лететь. Ну вот как, к счастью, сказали, что опять же всё было слышно, всё было нормально. Был прекрасный приём, когда они встали и так у стены, у авансцены, вот они встали, они все стояли. И прям даже не знаешь, говоришь, ну всё, спасибо, спасибо, ну-ну-ну, идите, идите. Значит, контакт был, взаимопонимание было. Причём, вы знаете, что там самое удивительное было? Ну, конечно, мы же уже привыкли. Это, кстати, наша премьера. Вот, честь городу Тверь. Мы привезли премьеру, это был какой-то у нас, мы даже сами не знаем, но, может быть, восьмой... Десятый. Десятый, вот, видите, смотрите, как хорошо. Десятый спектакль. Это просто чистая законная премьера. Вот, мы привезли. И первый раз мы играем на немосковском зрителе. Но всё равно мы за это время, мы привыкли, что уже где-то есть какие-то реакции, мы уже знаем, что какие-то где-то приёмы есть. А здесь тишина, жуткая тишина. И мы опять же начали думать, слушай, а может, они не слышат? Может, что-то такое? А было такое ощущение, что они просто боялись пропустить хотя бы хоть что-то и не отвлекались даже на какие-то реакции. Ну, и потом вот этот вот потрясающий приём в конце, когда они просто перед аванс сценой, все встали прям так. Приятно, приятно. Вы сказали, что привыкли к приёму, да, такому радушному состоянию, коваться им и так далее, да, 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 да. А были случаи, когда освистывали? Нет. Ну, или хотя бы как бы вот так вот холодно? Нет, нет, нет. Не здесь, не за границей? Нет, нет, нет. Нет, что вы, даже такое помыслить о таком, даже вообразить нельзя. Наоборот, люди со слезами просто. Да, а за границей, извините. Вообще. Это вообще, вот как говорит народ. Да, да. Нет, это вообще, это, не знаю, но это было так трогательно, вот сколько раз мы, например, того же самого Островского, волки и овцы, мы, допустим, играем в Израиле. Там много нашего народа-то. Почти половина. А представляете, как они плакали? Потому что они, боже мой, Островский, русская речь, я сама сейчас буду плакать. Вот, так что нет. А, ну так назовем это, хотя я не понимаю уничижительное слово, когда обычно говорят провинция. Для меня не существует этого понятия провинция. Я считаю, что это наша огромная, большая Россия, очень разнообразная. Есть маленькие города, есть побольше, но все равно, и даже неизвестно, что лучше. Я, например, больше люблю маленькие города. Потому что эту Москву воспринимать, конечно, безумно сложно. Так что они-то очень благодарны, к чему я завела разговор про антрепризу. Они-то очень благодарны. Они-то говорят, боже мой, так мы же думали, что театра-то уже как такового нет. А он, оказывается, есть. Вот настоящий театр с декорациями, настоящими. Не два стула и занавесочка какая-нибудь, а декорации, костюмы. Ну что вы, нет-нет, они с такой благодарностью воспринимают. Нет-нет. Ну вот из всего, что вы сказали, как-то сам по себе и родился следующий вопрос. А на ваш взгляд, вот театр с большой буквы, его задача какова? Учить, воспитывать, наставлять или развлекать? Или развлекать. Просветлять пространство, вы понимаете? Делать людей добрее. Происходит что-то страшное. Вот данный, сегодняшний момент, никого не хочу осуждать. Жизнь у людей сложная, трудная. Никого не осуждаю. Но все равно, все равно. Надо исхитриться, надо задуматься. Надо найти этот какой-то выход туда наверх, к духу. Вы понимаете? Мы так погрязли в этой черноте. Понимаете, невозможно смотреть уже эти телевизионные программы, где у меня ощущение, что просто какие-то уроды, что вся страна населена какими-то уродами. Когда в 12 лет девочки рожают детей, когда выходят какие-то бабушки с пропитыми лицами, без зубы. Боже, я не могу. Это просто какой-то абсурд, какой-то театр уродов. Либо это делается сознательно, чтобы понять, да, вот такой народ у нас, вот такой народ. Ладно, бог с ним. Я не беру, так сказать, политику общую. Это уже на своем опыте, на своем человеческом, творческом. Я ощутила вот просто как миссию, как задачу свою. Вот по возможности просветлять пространство вокруг себя. В общении ли, в общении ли там на съемочной площадке, в общении с коллегами, в драматургию, которую мы играем. То есть вкладывать по возможности, чтобы, ну не знаю, просветлялись бы души. Ну чтобы люди подумали, что ну не только вот эта чернуха и эта жуткая борьба за этот кусок хлеба несчастная. Я понимаю, это действительно, я отдаю отчет, что народ трудно живет. Но все-таки, все-таки надо что-то как-то исхитриться, придумать. Так что я считаю, что у театра есть эта миссия. Есть эта миссия. Потому что, ну развлекать, пожалуйста, включай телек и развлекайся, хоть целый день, с утра до ночи. Вы представляете этот ужас, эти все бесконечные развлекательные передачи. Я иногда, иногда, ну как говорится, чтобы не потерять масштаба, я иногда включаю, я смотрю, я вижу, показывают лица, которые я ничего не могу понять. Думаю, а что же там смешного-то? Вы вспомните 20, 25, там сколько вот лет назад, вспомните того же самого Ильченко Карцев, да? Жванецкий, тот же самый, когда были, игрались, Райкин, это это, вы понимаете, это же были миниатюры положений, это смешно, это как, я не знаю, как Гоголь, как Салтыков, вообще Дрин, ты смеешься над ситуацией, над положением. Сейчас же, посмотрите, я не понимаю, над чем смеются, только то, что ниже пояса, надел трусы, не надел трусы, надел лифчик какой-нибудь, выходит мужчины, наряжет, ну не могу, я не могу, это все ужасно. Это что, это называется, веселят народ этим? Не развивают здесь, вы понимаете, задача же развить вот это, вот даже понимание смешного, это же его тоже надо как-то воспитывать, над чем смеяться? Ну, согласитесь, с другой стороны, далеко не все театры, даже носящие название академической, подобно вашему театру, подобно нашему Тверскому, они несут в народ свет классики, высокого искусства, а многие ведь идут по тому же более простому пути. Вот это как объяснить люди, которые заканчивали те же вузы, что и вы, и ваши коллеги? Вы понимаете, простите, я уже мысль поняла, вот допустим, мой любимый Олег Павлович, обожаю совершенно Табакова, просто как личность, он потрясающий совершенно человек и актер, и вот его театр, МХАТ. Вы знаете, что я в МХАТ, я не была, я даже не знаю сколько, лет 10, наверное, я не была, когда какие-то гастроли, гастрольные какие-то трупы там были, последний раз я помню Петера Штайна, я смотрела, это, три сестры, они играли на немецком языке, ходили эти, я не отрываясь, я смотрела, у меня текли слезы, думаю, как же они это умеют, Вот сейчас, допустим, наш, а не ведущие наши сейчас, эти режиссеры, вот, ну, сейчас вот, он, кстати, потрясающий, вот я имею в виду Богомолова, он потрясающий совершенно, как вам сказать, когда он делал капустники, ну, по поводу всяких, допустим, премий, потому что мы же часто получали вот эти премии, типа, там, вот, Какая-нибудь, хрустальный гвоздь какие-то, ну, в общем, всякие премии сезона такие, театральные, и обычно Богомолов делал капустники, это было, это было безумно смешно, и когда он ерничал по поводу того или другого, и все это, но я не понимаю, Как можно брать, допустим, пьесу «Волки и овцы» и делать из нее то, что он сделал, но я не буду пересказывать, потому что если кто не видел, то просто нет смысла рассказывать, Как можно сейчас вот эта новая, последняя постановка, вот этот вот «Идеальный муж» и делать на злобу дня, подгонять эту пьесу под эти наши сиюсекундные сегодняшние моменты, Ну, Бог, я не знаю, ну, напиши другую пьесу, ну, не знаю, ну, какой-то сценарий, ну, поставь еще очередной капустник, ну, почему? Или «Я ничего не говорю», ну, это, видимо, ну, не мое, ну, простите уже, ничего не сделаешь, видимо, то ли возраст, то ли что-то у меня не в порядке, Ну, тот же самый Серебренников Кирилл, я ничего, Бог с ним, пусть они все работают, ну, например, ну, вот, что он делал, вот тот же самый лес Островского, вот его спектр, и я сказала, все, во МХАТ я больше не пойду, хотя там есть очень хорошие актеры, потрясающие совершенно, но это, в общем, решается, вы понимаете, что сейчас решается? Зритель идет, например, вот я слышала последнее, на вот этого идеального мужа 7 тысяч билет стоит, вы можете заплатить, а вы еще же должны пойти с девушкой или с супругой, или, я понимаю, как можно заплатить 15-16 тысяч за билеты, чтобы посмотреть на это зрелище? Это не, ну, я даже не знаю, какое, не такое, не обидное, не громкое, это неправильно, нехорошо, это нехорошо, по нашим понятиям, причем они же, ну, это же не для какой-то элиты, которая зарабатывает миллиарды, как мы сейчас, вы понимаете, что сейчас происходит? Да, вот сейчас идет эта борьба с коррупцией, как бы, как бы, и мы узнаем, что раньше они брали миллионами, а теперь они берут миллиардами. Деньги дешевеют. Поэтому для него заплатить и 50 тысяч за билет несущественно, 100 тысяч за билет несущественно. А для человека, которому действительно нужно пойти в театр, вдохновиться, расслабиться и что-то получить от него, он не может заплатить такие деньги. И поэтому малый театр, все-таки мы еще, мы еще держимся из последних сил, но держимся, но это, так сказать, политика, которая, она должна, они должны что-то подумать об этом. Потому что, ну, не знаю, ну, пусть они останутся, эти какие-то антрепризные спектакли, там, потому что, ну, уже сейчас антрепризный принцип, он уже и в этих театрах процветает. Ну, не знаю, но что-то нужно оставить, как говорится, для просветительства. Вы почти 50 лет слушаете театру. Да. Ну, это всего 50 лет. Еще впереди 50, как минимум. И за, ну, даже за эти годы вы сменили несколько театров, да, причем таких театров, которые для нас, зрители, тем более не московских, они в одни названиях уже чего стоят, да, там и театр на Малой Бронной, и Станиславского, и школа, хотел сказать злословие, школа драматического. Да, да, она была школа злословия. Она была сейчас. Очень большая школа. И, значит, и даже Таганка, да, театр на Таганке. Почему меняли? Это было все одновременно или одновременно. Дело все в том, что по окончании школы меня как бы оставляли в Малом театре, но я в тот момент, вот девушка с таким была, как бы, не знаю, поиском. Нынче говорят за экидонами. Нынче говорят. С самогнением, что ли. Мне казалось, что в Малом театре мне все, как бы, мне все ясно, мне все понятно. Тем более в этот момент существовали все еще эти знаменитые старухи. Пашенная умерла только, когда мы были, мы учились уже на втором курсе, умерла Вера Николаевна. Гоголева работала, процветала, были все абсолютно великие эти мастера, и Бабочкин, и Жаров, и, ну, все-все-все, и Царек, все фамилии, все-все-все были на месте. И вы знаете, был принцип, мне было понятно тогда, я же, это я сейчас уже такая положительная, так сказать, женщина по 70 лет, вот, а тогда молодая, худая, вот такая вот совершенно длинная девица, по тем временам совершенно нестандартной внешности, потому что, ну, я была очень высокая и худая, вот. И я понимала, что, а что я буду играть в малом театре? Ну, ну, какие-то вводики, эпизодики, ну, какую-то массовочку, и там где-нибудь годам к 40, к 50, вдруг что-нибудь мне где-нибудь, чего-нибудь дадут. И поскольку, когда курс показывался, то меня практически приглашали во все театры, куда курс показывался, мне всегда говорили, так, а вот это вот, вот это вот, вы куда идете? Ну, вот, и я тогда, это был очень недолгий период, Бронную обычно называют, но я ее для себя сама никаким образом в себя не впустила, потому что там был, конечно, потрясающий мастер, Гончаров Андрей, вот. Он взял, как бы, очень много наобещав мне, потому что даже назывались пьесы, которые специально для меня будут ставиться там, это все. Но удалось нам поставить только судьбу индейку Сафронова, и мы так разотдала с какими-то аляпистыми всякими цветами, яблонями, и все это отыграли, эту судьбу индейку. Народ ее принимал как-то хорошо, ну, так и то, но я все думала, а когда вот что-нибудь? И здесь возникла очень странная такая, странный у нее возник проект, тогда была еще Сухаревская, Леди Павловна, если кто помнит, и Тенин. Были потрясающая пара, актерская совершенно. И вдруг он, значит, он берет одновременно Максимова, это был такой, как бы, полузапрещенный такой автор Владимир Максимов, «Жив человек». Это была такая очень повесть, ну, как вам сказать, это же все тогда еще было не открыто. Сумасдатовская. А все так, да, почти. Но, тем не менее, он решился, он взял эту повесть, сделали инсценировку. И там была такая странная вещь, там была единственная женская роль, как бы, медсестра, вот это вот, во всем этом действии. И параллельно он взял как раз визит старой дамы для Сухаревской. И оказывается, я не знала этого. Я же тогда еще не умела даже эти все игры распознавать. И оказывается, получилась такая вещь, что я репетировала «Жив человек», все нормально, все-все хорошо, все-все-все. И вдруг, буквально на генеральных репетиций, меня отстраняют, приходит Леди Павловна Сухаревская, и за какие-то пять репетиций выпускает спектакль, отыгрывает премьеру и уходит. А меня опять возвращают назад. Но вот это вот я при всей своей даже вот молодости, и при всем, я все, я ни понять, ни простить, я этого не могла. Потому что я не понимала, мне хотя бы объяснили, что там есть договор. Для прессы, для общественности было понятно, чтобы сыграла Леди Павловна Сухаревская. А вы, дескать, потом девушка вернетесь на это место. Ну, мне бы хоть кто-нибудь намекнул бы на это. А я-то думала, что, боже мой, я не справилась, я не могу, и все это. А потом вдруг меня вернули и выяснилось, что да, нет, я могу, оказывается. Но вот этого я простить не могла. И я как раз получила, что я прямо в конце сезона, а еще были у меня какие-то взаимоотношения со Львовом Анохиным. Он возглавлял тогда театр Станиславского. Ну и я. В этот момент Женя Урбанский уезжал на съемки. Дзидра Риттенбергт, а его жена, она была беременна, она уезжала в Ригу на сохранение. И меня пригласили вместо Дзидры в театр. Я уже сразу вошла в ее роли. Вот. И я пробыла в театре Станиславского, страшно сказать, 18 лет. Но за это время там сменилось 5 главных режиссеров. Для каждого был срок 3 года. И все. 3 года. И уходите. Вот. И, в общем, только-только-только начинаю что-то понимать. Потому что что такое новый главный режиссер? Это, как правило, опять же, новая программа, новые, так сказать, лица, которых он привлекает. Ну и, в общем, как полагается. Через 3 года эти лица, которые были привлечены, они понимают, что уже они больше не будут играть. Они не будут играть. И, так сказать, эти отстраняются. И, так сказать, вызываются новые главные режиссеры. И так вот длилось это. В общем, я даже несколько раз делала попытки уходить. И, так сказать, писала даже всякие заявления, типа, не хочу пересиживать очередного главного режиссера. И вдруг приходит эта гениальная троица во главе с Поповым. Андреем Поповым. Но Попов, как таковой, у нас и не был задействован. Он был только как бог-отец. А пришла эта гениальная троица. Это Морозов, Рахельгаус и Васильев. И началось какое-то упоение, обхинение и фантастика. Москва сошла с ума. Были сразу выпущены. Морозов тогда был в такой роскошной совершенно форме. Он выпустил роскошные спектакли. Он выпустил «Брысь, костлявая брысь». Он выпустил «Серанода Бержерак» с Сережей Шакуровым, с Аллой Балтер, с Виторганом. Это был фантастический спектакль «Ломилась Москва». И здесь мы подоспели с Васильевым. Мы выпустили первый вариант Васа Железновой. Все сошли с ума, потому что это не та Васа, которую все знали. Это вот та самая знаменитая Васа Железновой, спашенной. Это вариант был уже написанный Горьким после революции. А был вариант 11-го года, после поражения Первой русской революции, когда все, мое, мне, дайте мне, 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 никто ни во что не верил. Упадок в обществе моральной, нравственной и так далее, все это. И вот эта пьеса, она тогда очень, она очень оказалась нужной, современной. Это был конец уже этих 70-х годов. Мы выпустили где-то, это был 76-й, да. 76-й. Вот. Так что эти настроения, они в обществе чувствовались. И очень нашла пьесоотклик в общественности. Вот. А дальше, дальше, фантастическая взрослая дочь молодого человека. Дальше. Просто, ну, мы, ну, я не... Это такой был расцвет театра Станиславского. Ну, как всегда. Есть срок. Три года. И началась опять тусовка. Шуровка, тусовка. Дескать, надо снимать. И нашелся повод. Потому что самый горячий, самый непредсказуемый из них был Рахельгаус. Потому что Морозов человек был правильный. Он шен партии. Василий был просто гений. Ему было абсолютно... Все равно только волочки свои развивал. А Рахельгаус был самый такой удобный для них человек. Он в этот момент должен был что-то поехать ставить в Венгрии какую-то пьеску. А ведь тогда же нужно было даже проходить эти проткомы. Месткомы не говорю, а потом дальше горкомы, райкомы и так далее. На что Рахельгаус, человек свободный, современный, сказал. А почему вы должны меня спрашивать, куда я поеду, что я должен делать? А я не хочу вам ответить. Короче говоря, боже, ему... Его с каким-то большим-большим трудом удалось просто эту историю замазать, отмазать. Но он был вынужден уйти из театра. И появился Сандротов, Станогов. Но, естественно, уже эту коалицию разрушили. Морозова через какое-то время взяли, по-моему, в театр Пушкина. Васильев как бы остался один. Выпустил взрослую дочь. Опять же, успех фантастический. Но опять же, это всё. Он же всё-таки надеялся, что это он будет главным режиссёром. Но не случилось. Главным режиссёром был назначен Сандро Товстаногов. Я ничего не хочу сказать плохого. Сандрик очень милый человек. Но всё было опять разрушено. И дальше опять всё стали собирать по частям. Но поскольку Любимов тогда ещё был на Таганке, он всё-таки сделал эту попытку. Он пригласил Васильева и как бы дал ему вот это маленькое помещение, которое сейчас театр Высоцкого, в смысле это центр Высоцкого. И мы стали там... Ну, я отпускаю здесь какие-то подробности, потому что я ещё какое-то время работала в Театре Саниславского. Я ещё выпустила... С Сандромы выпустили «Экспром-фантазию» по Токаревой. Нормально, всё хорошо было. Всё. Но, тем не менее, эта же идея оставалась вот этого своего театра. Вот. И потихоньку мы все как-то сгруппировались вот на Таганке. Так что на Таганке, как на таковой, я не работала. Это был вот такой вот проект. Потому что спустя какое-то время Любимов остался за границей. Началась эта вся непонятная история. Сами понимаете, какие годы. Уже это 80-е, уже 82-е, там 83-е. Мы репетируем, помню, наш этот голубой зал наверху, где мы как эти сидели, огороженные от всего мира, потому что в самой Таганке мы не принимали участия. Нам даже платили какие-то деньги, и мы репетировали с РСО. И вот наступил, опять же, опускаю какие-то подробности, и наступил 85-й год, когда мы выпустили с РСО. И опять, да, ну, за это время говорили, ну, почему Васильев так долго работает? Дело не в том, он не долго работает, он может работать очень быстро, но дело в том, что вся ситуация была непонятная. Куда выпускать, что выпускать, зачем выпускать, и все это. Ну, короче говоря, все равно как-то собрались силами, и в 85-м году с РСО выпустили. И опять начался обвал. Опять началось паломничество. Все ходили, режиссеры, драматурги, актеры ведущие, все. Все говорили, боже мой, боже мой, откуда, зачем, что, как, почему. Вот. И все кончилось тем, что где-то в 87-м году мы так поигрывали, значит, в Москве. Вот. А зал-то был маленький, всего на 100 человек. И поэтому невозможно совершенно. А люди хотели, кто смотрел один раз, все хотели еще раз прийти, еще раз прийти. Вот. Потому что там была очень интересная декорация построена. Она вот так вот, как этот. Она была посередине. Зрители сидели здесь и здесь. И поэтому, кто сидел с этой стороны, им нужно обязательно было посмотреть с этой стороны, потому что картинка была другая. А у нас здесь был такой огромный стол, накрытый белой крахмальной скатертью. Стояли такие красные, роскошные бокалы венецианского стекла. И мы пили вино и фантазировали, как мы могли бы жить в этом доме, вот этой группе людей, любить друг друга, фантазировать. Все это. В общем, это был удивительный совершенно спектакль. Опять же, спектакль про нашу мечту, что мы хотели в этой жизни. А русский человек, он как-то фантазирует про какую-то роскошную жизнь. Либо как на Западе. И у нас была такая джазовая картина. От нее осталось, правда, немножко, потому что спектакль все-таки получился очень длинный. И поэтому пришлось сократить. И мы сделали как эпилог, как пролог вот эти джазовые наши танцы, куски наших танцев. А была целая картина джазовая, что мы себя воображали, как мы где-то на каком-то Западе, как мы с этими, с какими-то напитками, как мы при этом танцуем джаз, поем джаз. Все это. Это вот была, значит, джазовая картина. И вторая картина была дворянская. Потому что мы тоже думаем, что там тогда все было роскошно, красиво. И вот мы за этим столом фантазировали об этой нашей жизни, как бы вот здесь мы роскошно жили. Ну вот. Но состоялось первое приглашение на фестиваль, а дальше... Дальше мы просто путешествовали. Мы иногда... Я помню, один был период, когда мы три месяца не приезжали в Москву. Мы просто переезжали из одной столицы в другую. И в некоторых были по нескольку раз. Вот. Ну и происходит, как всегда. Ведь это же... Театр – это живой организм. Ничего не сделаешь. Рождается, мужает, взрослеет. А потом, ну, кому-то чего-то недостает. То ли ему показалось, я имею в виду Васильева, что мы недостаточно как-то преклоняемся, что ведь это же всё он, он, это он. Мы говорили, да-да, ты, ты, ты. Но всё-таки мы тоже, мы были в этот момент уже взрослые люди. Нам всем было за 40 уже. Мы были взрослые люди. Мы признавали его гений. Мы признавали, что всё это он. Но всё равно, тем не менее, то ли мы такие уж демократы были, нам хотелось всё на равных, на равных. А почему мы должны... Мы понимали его гений, но, тем не менее, какого-то вот человечность куда-то ушла. Какое-то общение такое нормальное, лёгкое, какое-то, какое должно быть, творческое такое общение. Куда-то всё стало уходить. Конечно, я понимаю, что он был всё равно озабочен этой мечтой, этой идеей иметь свой театр, свой, свой личный. Но здесь в то же время возникла и возник этот соблазн, поскольку мировая общественность тоже, как бы, она же оценила вот это всё. И он понимал, что он может и, так сказать, мир покорить, и всё это. В общем, короче говоря, не буду распространяться дальше, начали все быстро, тихо-тихо, постепенно исчезать. И однажды, в какой-то отчаянный момент, когда я даже не понимала, что мне делать, потому что работы никакой нет, ничего нового мы не репетируем, сидим, как говорится, время от времени ждём, поездки ли, не поездки ли, что-то. И в какой-то момент такой вот свой сумбурный, отчаянный, я пошла и написала заявление об уходе. И осталось просто нигде, просто нигде. И в этот момент мой ангел-хранитель возник. Юрий Михайлович Соловин. Где-то мы встретились как-то на каких-то съёмках случайно. Ну, меня спрашивают, где ты что-то, чего ты? Ну, поскольку он же по училищу, он меня знал, он же педагогом был у нас. Вот, я сказала, нигде ничего, ничто, никак. Он сказал, как ты? А в Малый театр есть ли? И я сказала, да. И всё. И вот через два дня я уже была в трупе Малого театра. И с тех пор, вот, как я говорю, благословляю тот день и час, потому что я, как тот самый блудный сын, я вернулась домой. Я, побродивши не только по собственной стране, но ещё и по миру, осознавши всё, понявши, всё вобравши, я пришла в Малый театр и поняла, вот он мой дом, вот оно, моё отечество, вот этот огромный корабль посреди Москвы, который просто... Для того, чтобы ему развернуть, поэтому мы вот так и идём этим своим курсом, как вот изначально, два века тому назад, как пошёл Малый театр, вот с этой своей классикой, с этими своими авторами великими. Вот так мы продолжаем идти. Заметительно. Людмила Петровна, вот за эти вот... Вам ещё мало? Нам ещё мало. Вы ещё-ёщё хотите что-то знать. А вы не отказываетесь отвечать? Нет, 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 всё нормально, да, пока. Вот вы сыграли столько ролей в театре, да, что я когда посмотрел список, думаю, даже считать не буду. Нет, не так уж мы долго. Ну, там на страницу. Спектакли, в которых вы заняты. Нет, у меня просто, у меня были периоды, вот сейчас, правда, вот в связи с нашим переездом, у нас же ремонт начался, в связи с нашим переездом на Ордынку, какие-то названия, наверное, уйдут. Но иногда у меня был период, когда у меня в текущем репертуаре 10 названий. Вот можно себе представить это? То есть даже если по одному разу играется спектакль, я всё равно уже играю 10 спектаклей. А спектакль же идёт и по 2, и по 3 раза. Так что у меня были периоды, когда я играла 15, 18, и больше спектаклей в месяц. То есть я уже в своём возрасте и в своём, так сказать, таком статусе. Вот. Это, конечно, немыслимо. Это только так молодёжь столько играет. Но я не знаю, я опять же, вот с чего мы начали. Вот я говорю, что я... Так сложилась уже моя жизнь, что, в общем-то, я одна. Сын у меня уже вырос. Слава Богу, всё нормально, пристроен. Вот. И я, ну, я как бы ощутила вот эту, не знаю, миссию, что ли, какую-то вот на себе. Вот. Я не знаю, я вот... Для меня есть сейчас только театр. Ну, иногда съёмки на стороне, как я говорю, маленький флирт на стороне. А в основном вот эта моя страсть, моя любовь, театр, мой дом, моя семья. Ну, стараюсь по возможности. Так вот, среди ролей, которые вы играли, часто встречаются женщины сильные, решительные. Они вам очень близки по своему духу. Или это вот вы... Над собой вам приходится работать, заставлять себя вам ближе такие вот голубки и кошечки. Я поняла вопрос. Да, я поняла вопрос. Дело всё в том, что вот больше всего ненавижу я этот вопрос и больше всего ненавижу вот это своё амплуа сильной женщины. Дело всё в том, что я русская женщина. Я не сильная. Я очень слабая, нежная, беззащитная. Просто там живёт маленький принц, золушка, дюймовочка, снегурочка, всё это. Но наша жизнь, которая вокруг, она не оставляет нам другого выбора. Мы вынуждены быть сильными, потому что иначе не получится, иначе не выживешь в этой жизни. Поэтому получилось так, что моя жизнь складывалась таким образом, что ну не сложилось там ребёнок, очень больная мать, очень больная. Она болела у меня, у неё был очень тяжёлый форма диабет, и сначала она ослепла, потом она уже и не ходила, а последний период это что-то страшное было, когда уже просто должны были и ноги отнимать. И в этот момент у меня всё время был параллельно ещё мой сын-подросточек, который тоже надо было, он рос, мне надо было и в него, и в то же время мне нужно было зарабатывать этот пресловутый кусок хлеба, потому что мне надо было кормить и Ваню, и маму, и поэтому ну что сделаешь? Ну я вынуждена была. А предлагали, исходя из моего облика, что мне предлагали? Вот приходишь, я говорю, у нас же ведь даже у этих как они сейчас называют кастинг-директор, кастинги они проводят, ну бог с ними, но и фантазии и тогда не было. Они же судят по внешнему, они не задумывали, они не берут ничего, почему я говорю, я театр люблю больше, потому что ты можешь из себя вытаскивать такие вещи, которые вообще тебе и самой-то даже не совсем понятно, откуда они там в тебе, потому что человек же так многообразен, в нём столько всего. Вот, а там предлагали, что очередную телогрейку, очередные сапоги, очередной платок, очередной, очередной, и так получилось, что вот они и шли, они и шли, у меня эти вот так называемые сильные женщины с сильными характерами, всё это. Я научилась, я исхитрилась по-другому. Вот, а сейчас особенно, когда так много вот этих всяких так называемых сериалов, то есть, я исхитряюсь, я соглашаюсь, я говорю, да, 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 сильная такая. Сапоги. А потом беру и какой-нибудь финт, что-нибудь вытаскиваю в ней такое, что всё равно создаётся глубина образа, потому что это примитивно, ну что такое сильная женщина, это примитив. всё многообразие, я пытаюсь, хотя материала очень мало, конечно, такого интересного, разнообразного, поэтому театр у меня, конечно, интереснее, поскольку можно и так пробовать, и так пробовать. Сегодня не получилось, ты завтра можешь ещё это попробовать. Поэтому, ну что делать? Слава Богу, что работа есть. Вот, что я говорю. Слава Богу, что она есть. А какой женщине легче стать счастливой, которая вот решительная, жёсткая, или которая вот мягкая, кошечка, нежная. Я не знаю, я не ощущаю себя ни сильной женщиной, ни кошечкой ни себя не ощущаю, и не понимаю, что такое счастье. Счастье, это какие-то, ну просто, такие редкие-редкие, даже не мгновения, просто какие-то наносекунды. Это когда вдруг идёшь по улице, июль, и вдруг такая волна, липы цветут. О, думаешь, боже мой, о, какое счастье. Это одна секунда просто, мили, наносекунда. Или идёшь, так вдруг поднимешь голову, а над тобой звёздное небо, а звёзды такие все, они блестящие, они яркие, это уж, боже мой, это там, а там же ещё что-то. То есть, это секунды, это секунды, когда вдруг чувствуешь всё это, а большей частью, большей частью тоска, неудовлетворённость, поиски, поиски, чтобы понять, ах нет, это опять не то, а поповерим в эту сторону, вот это всё. Так что нет, она, я не могу сказать, что я несчастна, я не несчастна, я наоборот, я люблю жизнь, потому что я ощущаю всё её многообразие, я не знаю, я просто вот ощущаю, вот просто иногда идя по улице, и вдруг чувствую себя счастливой. А вот такой вопрос. А если удаётся ещё иногда какие-то интересные встречи, какие-то, ну, тогда вообще, так сказать, фантастика. А вот такой вопрос. Ну, нам во всяком случае, люди мне от театра говорят, что чтобы актриса хорошо или актёр хорошо сыграл свою роль, убедительно, тем более играл её из вечера в вечер, там, да, на спектакль, он должен пропустить своего героя через себя, должен через своё сердце, через душу, пережить вот эту жизнь, в которой он живёт. А актрисам, ведущим чаще всего достаётся роль у влюблённых женщин, да, там, счастливых или не счастливых, но женщин влюблённых, да, иначе просто неинтересно, если там директоры, которые только занимаются хозяйством там своим, то это неинтересно. Вот если она влюблённая директора, то это уже более интересно. Так вот, вопрос. Актрисы, которые переживают чужую любовь, там, из вечера в вечер, у них на свою собственную любовь вне театра, скажем так, в человеческой жизни силы остаются, умеют актрисы любить? Ох, как умеют! Нет, вы знаете, я опять же, вот я намекнул уже, я сказала, что человек, ну, во всяком случае, хорошо, ладно, я про себя буду говорить. То есть, я в себе ощущаю столько, что я иногда даже не знаю, сколько там ещё. И только, как вот вы говорите, с каждой новой ролью думаешь, ах, вот, оказывается, ты ещё как можешь. Вот. Поэтому, а, вот так вот я даже и не пробовала. Понимаете? Ах, оказывается, ты вот так ещё можешь. То есть, а что касается любви, ну, вот я говорю, что, ну, я в силу уже своего теперешнего возраста, ну, мне неловко как-то размышлять над чисто физической любовью, я имею в виду любовь мужчины и женщины, потому что, ну, уже неловко как-то. Вот. Но, тем не менее, я ощутила любовь, любовь, как более объёмную, так сказать, вещь, историю. Потому что, я вам говорю, что я испытываю любовь ко всему, даже если я страдаю, например, вот я, ну, вот уже третий день я в Твери, и я не могу выйти на улицу. Я сейчас вам могу показать, вот с той стороны, вот окно у меня есть, там вот, где вот это вот, под мост идёт, эта вода. Простите меня, дорогие, но я вижу эту жуткую грязь, эти, вы вырежете это, но не вырезайте. Что вы видите, то вы видите. Но не вырезайте, потому что это нельзя, над этим надо задуматься. Вы понимаете, нельзя. Я смотрю из окна, это роскошная, современная, потрясающая гостиница, можно сказать, люкс, всё это. И я вижу переполненные урны, наполненные какими-то обрезками. Я вижу эту раздолбанную мостовую. Я вижу, как машинки, они то так объезжают, то так объезжают, то так. Они как-то, они не едут прямо даже машины. Они с ними что-то лавируют по этим мостовым. Я посмотрю на эту воду, и я вижу, вот сейчас прошёл ледокод, ледоход, да, называется. Вот он прошёл, ледоход этот, и я смотрю по берегам, лучше бы не смотреть, как всё, грязь, грязь, эти бутылки, какие-то банки, ну невозможно. Что-то надо с этим сделать, ну, я не знаю, что. тогда завершающий вопрос, о приятном. О чём вы сейчас мечтаете? Есть мечта, к которой стремитесь? Ну мечта моя, мечта моя сейчас, мечты мои стали очень такими глобальными, можно сказать, потому что я, я так полюбила путешествия, потому что я поняла, что если уж тебе довелось родиться на этой земле, ну, постарайся, попытайся хотя бы увидеть её. И я стараюсь, я пытаюсь, вот, получается у меня практически это два раза в год, потому что есть зимние каникулы, и есть летние каникулы, летние каникулы побольше, и поэтому я стараюсь вложить туда как можно больше, я какие-то ещё выбираю какие-нибудь острова, города, в которых я никогда не была, вот, ну и зимние каникулы, вот, так что мечта моя только одна, увидеть ещё как можно больше. Всё. Замечательная мечта. Тогда спасибо вам огромное за эту беседу, мне она показалась интересной, не знаю, как вам, я только надеюсь, что и нашим зрителям она окажется интересной. Спасибо всем, кто это время оставался с нами, до свидания, всего вам самого доброго.